Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Эльвир Фазлива. И сегодня мы покажем, как на Оренбургском проезде одна за другой легковушки врезались в грузовик. И что стало причиной? Расскажем, как 19-летний молодой человек, не выходя из дома, обманывал жителей Лаишева. А вот со старшим сейчас переговорить объясню. Здравствуйте, как может вам прождиться? А также нападение на соцработника в Огрызе. Это и не только. Прямо сейчас. Крупная авария произошла вечером на Оренбургском проезде. Столкнулись грузовик и легковушка Митсубиси. У иномарки была уничтожена вся передняя часть. Машина вряд ли подлежит восстановлению. Люди в аварии не пострадали. Пока обе стороны искали виновного в этой аварии, как в стоящие машины врезалась еще одна. Навеса Минязова была тому свидетелем. И хотя Митсубиси получил тотальные повреждения, ни водитель, ни пассажир не получили серьезных травм. Оба возвращались со свадьбы. На спуске машина въехала в фуру, которая шла на подъем. Мужчина уверен, что авария произошла по вине дальнобойщика, который по его версии выехал на полосу встречного движения. Вот только водитель тягача высказал несколько иную точку зрения и рассказал, что своим маневром спас жизнь и водителю, и пассажиру. Ударил меня вправо, вернее, он ударился об бордюр, а я вон там был. Удар-то вон еду. И от бордюра он влетел уже под мои колеса. Я немножко влево ушел, чтобы лобового так вот избежать. А так бы они вообще под меня залетели два труба. Споры разгорались. Водитель фуры пытался доказать, что причиной столкновения стал именно владелец легковушки. Говорит, он не справился с управлением при спуске на скользкой дороге. И пока объяснял произошедшее в его тягач при похожих обстоятельствах, врезалась Лада Гранта. Ты прямо ехал? О, видишь? В этом случае водитель Лады отпираться не стал и признался, что машина вдруг стала неуправляемой. Сделать ничего не мог. Я корможу машину, а у меня не могу. Ситуация могла стать еще более серьезнее. Проезжающие мимо водители лишь в последний момент уворачивались от столкновений. Прибывшие на место автоинспекторы пришли к предварительным выводам, что в обоих случаях виноваты водители легковушек. На проспекте Победы сотрудники ГИБДД остановили водителя Лады 9-й модели. Причиной стали нечитаемые номера. Но при проверке документов автоинспекторы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти экспресс-тест на месте, но он отказался. В итоге его машину отправили на штрафстоянку. Ездить на ней на законных основаниях в ближайшие годы он, скорее всего, не сможет. Отказ от освидетельствования по закону приравнивается к вождению в нетрезвом состоянии. И теперь водителю девятки придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей. И лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет. А на улице Короленко автоинспекторы остановили водителя Лады Гранта. Он был не пристегнут ремнями безопасности. По первоначальным данным, гражданин ближнего зарубежья захотел решить вопрос быстро, на месте и достал деньги. Сотрудники госавтоинспекции посчитали, что молодой человек хочет их подкупить и вызвали на место следственно-оперативную группу. Водителя посадили в патрульные автомобили и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Дача взятки». Пассажирка Лады Гранта пострадала в столкновении с Део на пересечении проспектов Ямашево и Ибрагимова. Они столкнулись в центре перекрестка. Водители понимали, что один из них проехал на красный. Но вот определиться, кто именно, было задачей непростой. Вероника Геннудзинова продолжит. Водителю Део повезло, он отделался испугом. Мужчина ехал по Ямашево, но Ибрагимову хотел повернуть налево, в сторону центра города. Горел зеленый, он смело не избавляя скорости выехал на перекресток. И тут же врезался в правый бок Лады Гранта, которая двигалась в сторону улицы Волгоградская. Ямашево ехал, спускались. Получается, как я еду, у меня где-то в середине перекрестка сгорается желтый сигнал светофора. Ну, где-то приблизительно вот так. И он, судя по всему, пытается всех здесь только разворот, ну, на разворот, поворот налево. А он, получается, всех как бы объехать с этой стороны и не видит меня. И получается то, что мы столкнулись. Удар был сильным. Машины после столкновения разбросало в разные стороны. В отечественной легковушке стало плохо пассажирке. На ее сторону пришелся основной удар. 39-летней женщине вызвали скорую помощь. А кто виноват? В ДТП не знаете? Не знаю. А девушка, которая там сидит, какие травмы получила? Пожалуйста, спроси. Медики диагностировали у пострадавшей ушибы и перелом ребер. Объяснять, почему не заметила на марку, водитель Лады Гранта не стал. А его приятели, которые позже приехали поддержать товарища, и вовсе едва не набросились кулаками на водителей на марке. Мужчины никак не могли выяснить, кто прав, а кто виноват. Он просто избегает от всего. Потому что он знает то, что он здесь нарушил правила дорожного движения, в принципе. И поэтому он начал убегать. Он просто позвонил кому-то, приехали, тут начали на меня наезжать, то, что я на красных. Я просто сел в машину и я позвонил потом уже своим. Автоинспекторы также пришли к выводу, что на красный свет проехал 39-летний водитель Лады. Но окончательная степень вины каждого из участников аварии будет определена на детальном разборе происшествия. Вероника Гайнудинова, Елена Саляхова, Нейль Абдулин. Вызов 112. Обгоревшее тело женщины обнаружили пожарное в сгоревшем доме в поселке Письмянка Лениногорского района. Трагедия произошла накануне. Примерно в полдень очевидцы сообщили, что на улице Карла Маркса горит заброшенный дом. Прибывшие на место огнеборцы за считанные минуты потушили пожар. Во время осмотра места происшествия они нашли сильно обгоревшее тело. Предположили, что это женщина. Сейчас личность погибшей устанавливается. Жестокое избиение социальной работницы в огрызе взорвало соцсети в выходные. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина бежит к проезжающей мимо машине и просит помощи. А потом к ней подбегает нетрезвый мужчина, валит ее на землю и начинает пинать ногами по лицу и телу. Водитель автомобиля пытался усмирить дебошира. Он же отвез женщину в больницу. Задержать нападавшего удалось сотрудникам ГИБДД. Им оказался 33-летний диджей из Ижевска Эдуард Хусаинов, который приехал в город в гости к своим родителям. По версии следствия, во время обхода пожилых подопечных социальная работница перестала нетрезвый молодой человек с требованием дать ему сигарету. Получив отказ, он сел в машину и наехал на женщину, после чего жестоко избил. Противоправное действие жиломышленника пресек проезжавший мимо водитель, который отвез пострадавшую в районную больницу. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчин одно из предусмотренных законов – мер пресечения. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Полицейские Татарстана в Самаре задержали 19-летнего молодого человека, которого заподозрили в обмане троих жителей Лаишева. В аферах он сознался и рассказал. Искал объявления о продажах машин, потом звонил, представлялся покупателем и жаловался, что якобы только что купленный автомобиль сломался. Просил деньги за ремонт, при этом устраивая целый спектакль. И их получал. Елена Саляхова удивилась его актерским способностям. Представлялся покупателем. Типа я уже брал машину у него. Отрицать свою причастность к мошенничествам 19-летний житель Самары не стал. И смысла не было. Против него полицейские собрали достаточно улик. Во время обыска в его квартире в Самаре они обнаружили несколько банковских карт. Мобильные телефоны и десятки сим-карт. Все изъяли, а молодого человека задержали. Было это вот как. Алло, здравствуйте, я по поводу машины его забирал. Она начала троить, я подавлю, как начал ехать, начал троить. Согласно уголовному делу, проворачивал афера молодой человек в одиночку и не выходя из дома. Искал в интернете объявления о продаже автомобилей, записывал телефоны. А когда объявление снимали, звонил продавцам и представлялся человеком, купившим автомобиль. Говорил, что проездила машина недолго, якобы начались неполадки и пришлось заехать в сервис. С продавцов он требовал деньги за ремонт, в противном случае грозился вернуть машину обратно. При этом, обманывая своих жертв, молодой человек, как сознался, подходил к делу творчески. Менял свой голос и разговаривал от имени нескольких человек. Догнал сервис диагностику, делал компрессию, замерил. А там надо делать клапана. Вот. На, вот со старшим сейчас приговорить, объяснить. Алло, здравствуйте, как может вам прождиться? В итоге бывшие владельцы машин переводили аферисту деньги на ремонт. В общей сложности ему удалось обмануть трех жителей Лаишева, каждого на 10 тысяч рублей. По данным фактам, следственным отделом отдела МВД России по Лаишевскому району возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Полицейские не исключают, что молодой человек причастен как минимум еще к 10 подобным эпизодам мошенничества. Свою вину он признал, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Елена Соляхова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-5050 или на мобильный 898-69-1212-1212. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова